Всего лишь в чуть более 300 километров от Праги находится город, который никогда не перестанет вас удивлять. Например, здесь есть телевышка, высота которой 77 жирафов или скучных 368 метров. А вот у происхождения названия этого города целых две версии. Согласно первой, город получил свое имя от немецкого слова «медведь», согласно второй – от славянского слова «болото». А еще 35% деревьев в этом городе – липы. Именно здесь в 1924 году был установлен первый в Европе светофор. В этом городе 916 мостов. Это в два раза больше, чем в Венеции. А музеев больше, чем дождливых дней в году. Их около 180. Этот город в девять раз больше Парижа. А вот по количеству жителей он занимает первое место в Евросоюзе. Раньше на первом месте был Лондон, но Лондон из Евросоюза выше. Кстати, только каждый четвертый житель этого города – коренной. А еще – это единственный город Западной Европы, который русские, а после и советские войска брали целых три раза. Первая победа была одержана в 1760 году во время Семилетней войны. Во второй раз его покорили в знак победы над Наполеоном в 1813. И третий раз стены города пали в 1945 году. Итак, добро пожаловать в Берлин. Идем по Берлину и восхищаемся росписью зданий. Очень красиво так все. Работали профессионалы. Вообще, настолько этот город неопрятный. Это еще поискать, наверное, надо в Европе. Конечно, Берлин – это… он меньше всего похож на Германию. Настолько он грязный, зашморганный какой-то. Главное… нет, он отстраивается. В центре города вообще там, конечно, красоту наводит. Но местами обнять и плакать. Опять впереди. Тут, может, плохо видно. Вообще, первое мое впечатление о Берлине, оно сложилось уже давно. Это было, я не помню, сколько уже лет назад, когда я впервые попала в Берлин. Берлин, 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 приезжаем в Берлин. Мама дорогая. Вот именно вот так это было. Все какое-то вот такое грязное. Люди какие-то неопрятные. А вечером повыходили люди. Вот было впечатление, что эти люди из преисподней выползли откуда-то. Какие-то все грязные, растрепанные, пьяные, обкуренные. Вот именно это был тот случай, когда я прям вот почувствовала себя бабкой на лавке, которая обсуждает проституток и наркоманов. И вот таких здесь много. Действительно, город очень, ну, город контрастов. Вот зачем исписывать, вот, вот все оно исписано. Непонятно, конечно. Есть, конечно, очень красивые районы, но... Мы сейчас не там. Да, ну, тут как бы не то, чтобы мы сейчас не там. Мы сейчас в Берлине. А тут именно нужно найти, вот, нет, он может быть красивый дом стоять, вот, вот, например, с этой стороны, и посмотришь, тут, Вольга, чистый, красивый дом. Ну, там, вроде, тоже более-менее прилично все сейчас. Но, в общем и целом, Берлин создает впечатление ужасно неухоженного, неопрятного города. Меньше всего похожего на столицу процветающей Германии. Хотя я не знаю, насколько последнее время Германия уже процветает. Что-то уже не похоже на цветение, вот. А при этом, вот, я не знаю, нас сейчас заставили, ну, мы во Францию, вот, покупаем эти наклейки. И сейчас вот в Германию нам прям заставили купить, что в Берлин, в центре, да, это что-то мы купили. Экологическая марка. Короче, на стекло сейчас без нее нельзя въезжать в центр города или в город, вообще не поняла. Ну, короче, купили мы. У нас скоро будет, наверное, все стекло. Обклеена этим всем. Ну, вот, вот мы едем и все время любуемся росписью. Живописью. Живописью на стенах. Причем, говорю, вот рядом с Берлином, это опять я. Рядом с Берлином есть город Потсдам. Там когда-то жил мой дедушка и моя бабушка. Вот насколько Потсдам отличается от Берлина. Как бы, Потсдам это вообще, как бы, немецкий Голливуд. И там очень много богатых людей живут, артистов всяких. Вот насколько Потсдам красивее, ухоженнее, чище Берлина, это просто даже не идет ни в какое сравнение. Ну, вообще множество городов, нам чище и красивее Берлина. Взять тот же, я не знаю, Дрезден, Мейсен. Ну, вот эти городки всякие, альпийские. Вот, кстати, я ненавижу Мюнхен. Вот, фу, вот не знаю, почему. Там центр вроде приличненький такой, ну, или вот этот город, как его, Франкфурт-на-Майне. Вестами такие есть районы, в которые просто страшно зайти. Ой. Да. В общем, едем мы в отель. Отель наш находится на легендарной площади Александр-Плац. Плац, да, это площадь Александр. На легендарный Александр-Плац, названный в честь русского императора Александра Первого. Вот, едем мы. И легендарная Александра. Да. Да. Завтра уже пойдем в Трэптоф парк. Да. Ну, завтра 9 мая, сегодня 8 мая. Украинский флаг перечеркнут. Нет, вот много таких... А, вот красивый домик сейчас не успела снять. Много строится, конечно. Строится в Берлине много, очень много. Вот как красиво здесь, да? Опять-таки красивое здание какое и из Гажена. Из Гажена. Вот по сравнению... У нас Прага очень сильно исписанный город, граффити этими идиотскими. Ну, а нас с Берлином даже ни в какое сравнение не идиот. Вот, слушайте, а Глэпом. Просто вообще, просто ужас какой-то Берлин. Я не знаю, почему им это позволяют делать. Вот есть остатки Берлинской стены. Сейчас мы через мимо... Ну, вот пишите на Берлинской стене, на ее остатки. В общем, тут некоторые, конечно, картины красивые, а некоторые... Хоникер. А, да, Хоникер. Вот, вот, вот она. Эта картина всегда собирает вокруг себя больше всего людей. Вот она. Ну, мы сегодня туда и сюда еще заглянем. Вот. Нет, надо писать на домах. Вот красивое здание. Ну, и неисписанное, что характерно. Рядом стена. И такое количество велосипедистов сейчас в Германии. Мне кажется, их каждый год становится... Не в Германии, а именно в Берлине. Их каждый год становится все больше и больше. Не, ну, понятно, люди любят велосипеды, наверное. Может, это хороший вид транспорта. Я просто боюсь, вот большой город, куча машин. Мешают, мешают. Мешают ужасно. Я не знаю. Есть для этого парки, не знаю, какие это, может быть, специальные... Я вообще, я колобейский не знаю. А, нет, я говорю, что они видят самокаты. Ну, может быть, да. Но велосипедистов сейчас как-то тут их мало. Но мы видим запаркованные велосипеды везде. Их просто, мне кажется, за год стало в несколько раз больше, чем было. Вот, смотри, велосипедисты, нет? Да, смокатчиков нет. Так. Так, поселились мы... Ой, а что, окна не открываются в Берлине? Поселились мы на Александр Плац, кстати. О, это окно открылось. Хорошо. А впереди высится Берлинская телебашня. Это самое высокое сооружение Берлина и четвертое по высоте телебашня в Европе. Возвели ее в ГДР в 1969 году. И через 10 лет эту достопримечательность внесли в список особо охраняемых объектов города, в котором она осталась и после воссоединения страны. Местами, конечно, Берлин. Очень сильно напоминает какой-то постсоветский город. Вот. Вот Берлин и Хемниц. Карл Маркс. Штат. Вот Хемниц вообще, как где-то, я не знаю, в бывшем... в Советском Союзе, в бывшей Советской Республике. Ну, в Берлин местами то же самое. Вот эти человечки на светофорах. Это уже символ Берлина. Вот красненький человечек. Шляпки. Вот такая до боли знакомая глазу архитектура и серый цвет преобладающий в зданиях. Да, черешенка. 250 грамм 5 евро. Однако, однако... Дорогое. Удовольствие. Дождемся нашей чешской черешни. Ну, первое время у нас тоже очень дорого. Нет, голубь-то имеешь в виду прелесть или... Нет, а вот это... И вот мы находимся в самом сердце Берлина. На площади, которая называется Александр Плац. Да, тоже такие живописные здания здесь преобладают, кстати. Эта площадь на востоке Берлина первоначально находилась за крепостной стеной перед воротами, ведущими в город. На площади торговали скотом, а неподалеку находилась и скотобойня. Поэтому берлинцы прозвали ее просто «Скотный двор». Помимо оживленной торговли скотом, здесь проводились еще и публичные казни. От того местные жители добавили еще одно название – «Дьявольское место». Но город менялся и со временем здесь запретили торговать скотом. Казни тоже прекратились. Однако неприглядное народное название все же осталось. В 18 веке на площади стали проводить воскресные ярмарки, а в домах по периметру поселились торговцы и ремесленники. А в 1805 году в рамках визита императора Российской империи Александра I в Берлин площадь была переименована в честь высокого гостя и получила название «Александр Плац». Обратите внимание на этот богатейший фонтан. Вот, бьет струя воды. Вот так выглядит Александр Плац. Здесь какая-то, если я правильно понимаю, ярмарка происходит или что? Всегда здесь. А? Ну да, здесь всегда какая-то такое все. Куда? В общем, еще раз, Александр Плац. Город Берлин. А мы еще блуждаем в поисках чего бы поесть. И вот, вроде бы, здесь наверху должен быть фудкорт. Нет, мы знаем еще очень хороший фудкорт. Он находится в Берлин-молл. Там даже любим один ресторанчик хороший. Дешево и вкусно. Кстати, и это у турков. Тут очень много турков в Берлине. И у них зачастую есть неплохие турецкие рестораны, в которых недорого, вкусно. Но идти в Берлин-молл нам очень далеко. Вот мы на Александр Плац сейчас зашли в какой-то торговый центр. Да, в лесу очень. А, да. Видимо, кто-то падал. В лесу, в лесу. Да, и мы сейчас в Берлин-молл зашли в торговый... В Берлин-молл. Господи, я заговорюсь от голода. И мы на Александр Плац зашли в торговый центр. И сейчас посмотрим, накормят ли нас здесь. И мы вот сейчас находимся в Восточной Германии, конечно же. И ходим по этому торговому центру. Ну, сейчас здесь дорогие фирмы. Луи Виттон, на Виттеле, Фурла. Ну, в общем, все такое. Но такое впечатление, что до падения Берлинской стены здесь был цум какой-то. Слушайте, ну, ходили мы не зря. Здесь вот есть, как это назвать, кулинария. Рестранку, что я больше всего люблю, кстати, в Германии. Ну, что, погнали? Посмотрим, что там. Мы не кушаем сейчас. А я голодная, да. Хорошо. Ты не хочешь есть? Не хочу. Ну, все. Как же я люблю немецкие котлетки. Это мы удачно зашли. В общем, посмотрите, с каким видом можно здесь посидеть. Это прямо в торговом центре, который находится возле этого великолепного фонтана. Вот. О главном. Вот такие прекрасные котлетки. Вот такая прекрасная котлетка с курочкой, с салатиком. Ну, конечно, селедка. Куда без нее. Лосось тех кусочек. Семь называю, как это? Чепха называется. Этот королевский цветок. Кофе. Десертик. Уэтика. А, артишок, да. Уэтика две котлеты. Курочка. Там еще что-то. Я не знаю, что за какое ты взял. Что-то сырное. Что-то сырное. Вид на легендарную Александровскую площадь. 47 евро. Вот как можно поесть в Берлине. А сегодня вообще 8 мая 24-го года. Так вот. 79 лет назад. Здесь уже ничего не было. Поэтому, собственно, и дома здесь все новые. Ибо нефиг было лезть к людям. Со своим нацизмом. Ну, так теперь отстраиваем. Господа, не судей. Кстати, было очень вкусно. За 47 евро. Ну, в Германии всегда вкусно. Вот немцы очень хорошо готовят. Картошечка. Картофель. Тифтеллен. В общем, реально. Здесь ходить по дорогим ресторанам, конечно, тоже можно. А, ну, зачем? Тратить деньги. Ладно. Едем мы к святая-святы. К Брандербургским воротам. Докатимся. А? Докатимся. Ну, или докатимся, или дойдем. И-и-и-и. Крейхстаг. Часто называется Бундестаг. Сейчас в Германии выборы или что, вот мы понять не можем. Везде фотографии вот этого. Кровяной колбасы. Или как его зовут? Как его зовут? Как его зовут? Ливерная. А, да, ливерная колбаса. Ливерная колбаса. Кстати, очень мелко, очень тонко подмечен. Олаф Шольц. Ну, и для велосипедистов, а где? Там, на У. А, нам нужно У-5? У-5. У-5, да. Нам нужно У-5. Вот, честно говоря, в Берлине я, наверное, хотела бы жить в самую последнюю очередь. Мухи, грязь, говно и пчелы, как говорится. Город на любителя. А посмотрите, это, видимо, станция метро Эскарл Маркс Аллея. И никто не переименовывал их. История берлинского метрополитена началась еще в 1880 году. Тогда выдающийся немецкий инженер, изобретатель, ученый и общественный деятель по фамилии Сименс, основатель компании Сименс, предложил основать в столице Германии сеть поездов, которая будет проходить под землей. Дискуссии по предложению Сименса продолжались вплоть до 1896 года. Для Германии это был первый опыт подобного строительства. В то время и другие страны Европы и мира тоже не могли поделиться опытом строительства подземного городского транспорта. Тогда власти приняли решение все же начать строительство берлинского метрополитена. К тому времени никто и представить себе не мог, что берлинский метрополитен станет одним из самых выдающихся изобретений человечества. Метро Берлина было открыто в 1902 году. Произошло это следующим образом. По чугунной эстакаде, которая сохранилась и до наших дней, прогромыхал первый поезд. Первым пассажиром был Вильгельм II. История говорит, что это была его первая и последняя поездка в метро. Не кайзерское, это, видимо, дело. Но для жителей Берлина метро очень быстро стало самым удобным городским транспортом. Да, да, вот они показывают здесь, как они восстанавливали с 1945 года по 1961, как они восстанавливали Брандербургские ворота. Да. Кстати, что хочется сказать. Метро довольно приличное. Я не знаю, там многие гонят на берлинское метро. Они просто в Нью-Йоркском не были. Мне берлинское метро, честно говоря, чище, чем парижское. Да, танки. Ходили. Факельное шествие. Да. Ну, и стоит метро, если мы правильно купили билет. Если мы правильно купили билет, метро стоит одна поездка 3,5 евро. У нас в Праге стоит 30 крон, я беру это 1 евро стоит 25 крон. 30 евро – это чуть больше, чем 1 евро. Ну, у нас метро, конечно, не хуже в Праге, чем здесь. Ну, здесь и город побольше. Да, вот как заканчивают те, которые кричат слова нации. Так, ну, с чего? Пройдемся дальше. Вышли мы на станции Брандербургские ворота и идем к ним. Ну, а мы находимся на Липовой аллее, которая упирается в Эйфелеву башню, в самую главную достопримечательность – Брандербургские ворота. Красиво. Ворота, которые по праву считаются символом Германии, были построены в конце 18 века. Инициатором возведения стал тогдашний правитель Фридрих Вильгельм II. По задумке короля, новые ворота должны были вырасти на месте старых, деревянных и весьма невзрачных. Они были частью таможенной стены, которую возвели вокруг Берлина в 17 веке, чтобы упорядочить сбор налогов с торговцев. В старой стене было 18 ворот, и главное, стояли в начале дороги, которая вела из Берлина в Бранденбург. Их-то и повелел заменить король Фридрих. В 1791 году триумфальные ворота торжественно презентовали королю и горожанам. Но до конца они еще не были готовы. Не хватало главного украшения – колесницы с древнегреческой богиней Эйреной. Скульптурная композиция увенчала конструкцию спустя два года. Но уже в 1806 году ворота лишили своего главного украшения. Город захватили французские войска во главе с Наполеоном. А одним из трофеев императора стала скульптура с Бранденбургских ворот. Вернулась она на свое место лишь в 1814 году, после поражения французской армии. С тех пор бронзовую богиню начали называть Викторией. Вот память о войне. Ну и вот впереди. Это памятник, наверное, этому самокату. Кстати, после начала строительства Берлинской стены ворота очутились в запретной полосе. К ним нельзя было подойти ни с одной из сторон. После этого Бранденбургские ворота стали символом разделения города и страны. В 1989 году, после падения стены, доступ к сооружению снова оказался открытым. Смотрите, кого мы встретили в Берлине. Лису. Просто лиса. Колбаса. Просто лиса побежала к мусорке. Так, колобок, колобок. Что ж ты здесь разбросал? Почему так засрал парк берлинский? Сказала лиса немецкая. Лисичка. Она кушает. Она кушает из мусорки. Бедная. Она худенькая такая. У нас нет ничего, да, что лисы едят. Лисичка, лисичка. И убежала. Еще одна тарелочка. А знаете, где мы лису встретили, откуда она вышла? Она вышла из вот этого парка, где стоит советский мемориал. Тут тоже в центре Берлина парк. И она из-под забора. Тык, 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 и побежала. И побежала. Кстати, заметьте, какая грязище. Вот. Это вот мы сошли с центральной улицы. Тут уже все. Тут уже для лисички. Лисички накрыли землю. Под скамейкой. Вот. И вот мы хотели сюда попасть. Мемориал советский. Ну, закрыто. Лисичка выбежала вот отсюда. Там стоит полиция. Оно можно обойти, да, весь парк. Это не лис. Ну, попробуем. Я вам попробую. Вот. Видите? Гестапо. Гестапо как орудует. Они закрыли советский памятник этот. Ну, как бы, там с той стороны, я думаю, можно. Они просто сделали это не про... Они, зато, видимо, здесь будут по пропускам, по портбилетам пускать. Вон, понимаете, там танк стоит. Ой. Поможем спросить. А ты на каком? Будешь на немецком их спрашивать? Посмотрим, что завтра будет в Трептов парке. Дядик пошел с гестапо разговаривать. В общем, вот здесь знаменитый советский памятник есть. Его сейчас тут не видно за деревьями. Посмотрим. Мы... Я, конечно, видео выложу в обратном порядке. Сначала выложу видео с 9 мая, потом это... А, что там пишется? Смотри, там... А вот написано по-русски. Кстати, Алиса продолжает свой путь. Возле танка. Привет, привет. Пока-пока. Я очень буду ждать. Пока мы ходили, суть-то дела. Неожиданно наступило 8 часов вечера. И в Берлине начало все закрываться. У нас с 8 часов вечера жизнь только начинается. Да, в Фраге? Здесь торговые центры закрываются. Вот кафе. Мы только сели. Тут же начали официанты быстренько-быстренько уносить подушки с этих сидений. Хорошо, хоть мы успели себе водичку купить. Все. Аль-Вуар. А ведь еще светло. А вообще мы помним времена, когда всего этого не было. Вот я не помню, был ли памятник этот. Ну и если его не было, я не удивлюсь. Что тут? С днем рождения кого-то пока. С днем рождения Эммануил Кант написано. Вот. Ну, конечно, отстраивают Берлину. Во всяком случае, центр города. Это все свежепостроено. Нет, этого не было. Что? Это не было. Но этого не было, да. Я говорю, я памятник, честно говоря, не особо помню здесь. Да. Это все новодел. Но красиво очень, конечно. Они воссоздают, как Дрезден воссоздали. Так, конечно, и в Берлине очень много чего восстанавливают, отстраивают. Что? Здесь больше денег. Ну, конечно, да. Вот какая очередь в театр или куда это я не стою. Ну, кстати, ужасно воняет канализация. Это просто местами чересчур. Да, как в Берлине отличить старое от нового. Вот, например, эта колонна, это, наверное, тоже, она старая. Следы от пуль виднеются. Это точно новое. Я помню, как его строили здесь. Смотрите, там прям весь район новый. Та-дам! И вот такие ровные-ровные улицы. Вот эти статуи, они тоже новые. Ну, красиво. Красиво вот здесь. Очень красиво. И вот куда ни глянь, какая красота. А, ой, здесь как красиво. А, этого не было. Конечно, не было. Это вообще... Ну, что сказать. Умеют немцы строить. Старые вещи. Старые, да. Очень красиво здесь. Прям вау. Да. Вот так в глади. И, конечно, ужасно красивое здание. Берлин дом. Этот берлинский кафедральный собор. Ну, он частично был разрушен. Я особо, честно говоря, о нем... Помню, когда читала. Он частично был разрушен. Его восстанавливали, но... Он весь, как бы, полностью его не воссоздавали. Как многое здесь. Да, здесь вот так вот. А вот, смотрите, здесь будут ступеньки к воде. Пока мести их еще нет. Это музей, наверное, берлинский. Если верить тому, что написано. Вот. А я не поняла, а где эти ступени будут? Здесь, здесь будут. Здесь это траву. А, траву эту уберут, да. Вот это френь. Вот, в общем, мы видим, как город... Да, видите? ...воссоздается. Да, строится на наших глазах. Уже на протяжении стольких лет его строят. А там тоже какая-то площадь построена. Новая абсолютно. Вот тут видно, памятники новые стоят. Ага, ты ходишь по Берлину иногда? Впечатление, что какая-то компьютерная игра. Какие-то новые локации находишь, которые еще не тронуты. Вот стоит там, сколько там, три памятника, да, стоит. И оно такое новенькое-новенькое. Ну, типа старое. Да, вот оно так все выглядит необычно. И вот так же этот музей... Это музей, да? Смотри, эти красные вещи там тоже. Да, вот это, вот это, под старину тоже красное здание. Видно, что оно недавно построено все. А вот этот музей... Это точно не было бы. Этого не было, да. Этого всего не было. Этого всего не было. Вот они его отгрохали. Красиво сделали. А позже мы выяснили, что этот дворец когда-то был главной резиденцией прусских, а затем немецких монархов. А после 1918 года использовался в качестве музея и штаб-квартиры различных учреждений. Дворец сильно пострадал во время Второй мировой войны и в 1945 году представлял собой живописную и драматическую картину грандиозных руин. Однако от планов по его восстановлению было решено отказаться, а в 1950 году развалины бывшего дворца снесли, а на его месте был построен дворец республики, в котором размещался парламент Германской демократической республики. Также известный как Восточная Германия. После объединения в 1990 году здание парламента было закрыто, а затем снесено, чтобы освободить вновь место для дворца. Строительство началось в 2013 году и не так давно дворец вновь открыл свои двери. Фасад музея является точной копией оригинального дворца. Для реконструкции фасадов скульпторы воссоздали 2800 фигур и около 22 тысяч различных элементов из песчаника, включая окна, карнизы и колонны. Какое здесь все новенькое тоже, этого не было. Нет, вот на той стороне было, мы там даже в каком-то кафе сидели, вот там, да. А вот эту сторону, это мне кажется тоже, ну, я не знаю, конечно, там она уже исписана как старенькая всякими граффити. А что-то было, да, да, но вот эта, вот эта набережная, вот эта часть, да. Красиво, красиво делают, все очень красиво. А вот вы знаете, вы знаете, что есть два типа людей? Это в Берлине написано. То есть, не только немцы исписывают свои здания в Берлине. Ночь опустилась на Берлин. И куда мы идем? К кому мы идем? А мы идем к Карлу Марксу. Да, мы идем к Карлу Марксу, который себе стоит беззаботно в центре Берлина, памятник Карлу Марксу. И никто его не трогает. Более того, он здесь местная достопримечательность. Вот сейчас там никого нет, а я помню, однажды мы отстояли в очередь, чтобы с ним сфотографироваться. Потому что люди прям стояли в очередь и фотографировались с Карлом Марксом. И вот, кстати, Маркс-то здесь не один. С ним его бессменный спутник. Фридрих Энгельс. Фридрих Энгельс? Да, да, Маркс и Энгельс. Вот они. Товарищи стоят. И смотрят. Они на все это безобразие. Нет, смотрят они на телевышку. Прямо такую маму на маму. Да, а смотрите, да, какая огромная площадь. А вот она большущая такая. Перед ними. Ну... Ох, как красиво. Конечно, никто их не облил краской. Тут же, в конце концов, еще не все окончательно умали шились. Еще здесь очень красивый бывший фонтан. Почему бывший? Ну, я думаю, что это был фонтан. Потому что, что это еще может быть? И он очень красивый. Какие здесь скульптуры. Вот даже крокодил имеется. Но он никогда я не видела, чтобы он работал. Поэтому здесь всякое хуле не его собирается. Вот. А красиво. Красивый фонтан. Прям очень мне он нравится. Вот. А тут там фонтан работает. Подножие телевышки. Хиппи, панки, металли. Все, что? Остали сколько? Осталось только. Парабески. Да. Голи-карабески. Немцы уже не те, скажу я вам. Нет, ну вот так выглядит площадь перед фонтаном. Людей здесь. А? Сейчас арабская встреча. Да. О, наконец-то. Вот и полиция приехала. Я думаю, она здесь. Частый гость. А может даже отсюда, скорее всего, и вообще не уезжает. Потому что. Вот знаете, мне бы здесь самой было немножечко стремно прогуливаться. Абсолютно. Потому что публика какая-то такая. Мне кажется, у нас в Праге таких районов даже нет. Согласись, что в основном какие-то подозрительного вида мужчины в основном, да? Посмотри. Очень много мужчин. Ну, были малолеток каких-то. Явно не немецкой внешности. Мне нравится. Смотри, что здесь запрещено. Ну, я думаю, у людей, которые сейчас вот мы здесь видели, которые здесь отдыхают, у них, наверное, иногда приходит мысль, что вот так можно сделать. Нет. А? А? Ну, случаи, конечно, были. Поэтому там лучше предупредили их. Нет, Берлин красивый город. Есть очень красивые районы. Но я каждый раз, приезжая в Берлин, радуюсь, что я живу в Праге. Я никогда не поменяю Прагу на Берлин. Нет, это не то, что я бомжа снимаю, да? Нет, я говорю, бомжа снимаю. Это не то, что вот я впервые его увидела. Здесь их очень много. Здесь есть очень грязные. Ну, как бы в Праге тоже есть грязь, да? Ну, что в таком количестве, прям в центре города? Чтобы столько каких-то было стрёмных личностей? Не, ну, я думаю, все-таки в этом плане Восточная Европа поспокойней. Ну, я рада, что мы живем именно в Восточной Европе, потому что... Потому что маромуж, потому что, не знаю, ну... Здесь как-то все это... А? Ну, да, вот тут вот... Закрыл трамвай Тимура и его команда. Не хочу я их снимать, ну, ужас. А тут прям чай на улице пил. Очень много всяких африканцев. Ну, очень много полиции. Полиции, конечно... Машины прям на каждом углу. Я говорю, у нас в Праге ночью гулять не страшно. Ну, я думаю, здесь тоже, как бы... Тебя никто не тронет, скорее всего. Но в какие-то отдаленные районы Берлина... Ну, конечно, не те дорогие, где живут богатые люди. А в какие-то такие... Гето-образные. Я бы не рискнула сама ходить. А фонтан-то запустили. Вот так. Мы сегодня, когда здесь днем были, там из одной трубы что-то лилось. Но фонтан не работал. А сейчас вот из каждого цветочка... Струйка. Граждане Евросоюза. А вот здесь кто-то себе уже гнездышко делает. Да. Будут... Будут спать, ложиться. Ну, а что? Уже вечер, надо ложиться спать. Правильно. Нечего шастать по ночам по улице. Так. Хорошо, хоть магазины закрылись, но остались азиатские супермаркеты. Сейчас... Да, сейчас себе в отель купим хоть какие-то вкусняшки. Какая очередь в пивную? Нет. Берлин хороший город. Очень расстроен. Строят. Особенно там в исторических всяких местах его. Но... Да, вот эта пивная, в которой они, собственно, и стоят. Да, но... Тут сейчас хоть мы пришли более-менее в приличное место. Это знаменитый пивняк. Который мне как-то, он в Мюнхене же есть. Да. Ну, как просто пиво вообще, как бы, для меня пиво... Я его не люблю и не особо... Ну, вообще не пью, честно говоря. Они просто пьяные под столичь. Да, да, да. Поэтому я, как бы, не знаю, что это за пиво... Не интересуюсь пивной культурой. Вот, нет, я другом... Мы сейчас шли, вот смотрели на все эти... Там ларьки какие-то, кафешки какие-то, музыка. Музыка. А мне это напомнило 90-е. Вот Берлин. Нет, есть, конечно, здесь дорогие места, но все понятно. Ну, вообще, конечно, как бы, город такой себе. От него странное, двоякое какое-то чувство. И красивое, все тут есть, и дорогое, все и чистое. И на фоне всего этого есть просто конкретное такое... Ничего хорошего. Мы вчера тут лису снимали, когда она в мусорке копается. Вот, прошел день... Прошла ночь, вернее. После лисы так никто и не убрал. А вот так-то, говорят немцы. У немцев порядок. КОНЕЦ Иногда Берлин выглядит как... Этикон выглядит как старая часть Дубай, а мне выглядит как один из районов Стамбула. Просто в Стамбуле нет столько надписей на арабском. В Стамбуле на турецком пишут, да? Здесь очень много надписей на арабском. Сейчас, сейчас, тут мы не видим... Только что, просто я поздно фотоаппарат включила. Тут только что мы ехали, там, конечно, один арабский язык везде был. Ну, тут тоже хватает. КОНЕЦ В Стамбуле тоже встречаются арабские напрасы, но здесь больше. Здесь их реально больше. А еще мне очень хочется рассказать об одном месте, которое мы посетили 9 мая в Берлине. Итак, Трептов парк. 30 апреля 1945 года гвардии сержант Николай Маслов участвовал в штурме Берлинского района Тиргартен. Как вдруг услыхал детский крик. Трехлетняя девочка сидела возле убитой матери и повторяла «Мутр, мутр». Маслов ринулся к ней, обнял девочку, заслонив своим телом от пуль. На крик девочки откликнулись и немцы. И открыли огонь по Маслову. Но все же русскому солдату удалось спасти немецкого ребенка. Сам при этом он был тяжело ранен. Сегодня, наряду со скульптурой Родины Матери и болгарским монументом Алеша, памятник советскому солдату со спасенной немецкой девочкой в берлинском Трептов парке считается одним из самых известных в мире. Этот памятник открыли почти через пять лет после победы в 1949 году. Незадолго до этого в Трептов парк провели перезахоронение останков советских солдат, павших в сражениях за Берлин. До этого могилы воинов находились буквально во всех районах города. И чтобы упорядочить захоронение, были созданы три мемориальных комплекса. В Трептов парк перенесли прах около 7 тысяч человек. Почти половина из них, к сожалению, остались безымянными. Чтобы увековечить память павших, в центре мемориала было решено поставить памятник. По одной из версий планировали установить скульптуру Сталина. Но, отбросив этот проект, Сталин лично утвердил, что в центре мемориала должен стоять советский солдат, прототипом которому и стал гвардией сержант Маслов с немецкой девочкой на руках. Строительство комплекса велось при участии немецких рабочих. Сам же монумент отливали в 1949 году в цехах завода «Монументальная скульптура» в Ленинграде. Кстати, изначально вместо меча солдат должен был держать автомат ППШ, но затем по предложению опять же Сталина его все же заменили на меч, разрубающий поверженную свастику. Кстати, в руке солдата точная копия меча, которым владел новгородский князь Севолод, внук Владимира Мономаха. С тех самых пор название трептов парка в Германии связывают с мемориальным комплексом, посвященным красноармейцам, впавших в боях за Берлин в конце Великой Отечественной войны. Только в этом парке их похоронено около 7 тысяч из более 70 тысяч советских солдат, погибших во время взятия города в самом конце войны. Здесь лежат и сережки с малой бронной, и тысячи других недолюбивших и недоживших, которые не вернулись к матерям, невестам, женам, детям, а остались спать вечным сном в Берлине, ради того, чтобы жили, любили и растили детей мы. Эти люди, погибшие в боях за Берлин, прошли всю войну, испытали все ее ужасы и отдали свою жизнь за жизнь других людей. Каждый из них надеялся вернуться на родину к своим близким, но их похоронили в Берлине, в братских могилах. Редактор субтитров А.Семкин